Толкование на Евангелие Феофилакта Болгарского на 3 января 2022 года. Евангелие от Матфея. Книга 1.2. Почему святой Матфей не сказал «видение» или «слово», подобно пророкам, ибо они таким образом писали «видение», которое видел Исаия, или «слово», которое было к Исаии. Ты хочешь узнать, почему? Потому что пророки обращались жестокосердным и непокорным, а потому и говорили, что это божественное видение и слово Божие, чтобы народ убоялся и не пренебрег, что они говорили. Матфей же говорил с верными, благомыслящими, равными и послушными, поэтому не сказал предварительно ничего подобного пророкам. «Имею сказать и другое нечто, что видели пророки, то они видели умом, созерцая это через Святаго Духа, поэтому называли это видением. Матфей же не умственно видел Христа и созерцал Его, но нравственно пребывал с Ним и чувственно слушал Его, созерцая Его во плоти, поэтому не сказал видение, которое видел или созерцание, но сказал «книга родства». Имя Иисус не греческое, но еврейское, переводя значит «спаситель». Христа значит «христами», «христос» по-гречески значит «помазаны», назывались цари и первосвященники, ибо они помазывались святым илеем, изливавшимся из рога, который полагал их на их голову. Господь называется Христом и как Царь, ибо Он воцарился против греха, и как первосвященник, ибо Он Сам принес Себя в жертву за нас. Помазан же Он истинным илеем, Духом Святым, и помазан преимущественно пред другими, ибо кто иной имел Духа так, как Господь. «В святых действовала благодать Святаго Духа, а во Христе же действовала неблагодать Святаго Духа, но Сам Христос вместе с Едмисущным Ему Духом совершал чудеса». Сына Давидова. Это значит, после того, как Матфей сказал Иисуса, Он прибавил сына Давидова, для того, чтобы ты не подумал, что Он говорит о другом Иисусе, ибо был и другой знаменитый Иисус, вождь евреев после Моисея. Но этот назывался сыном Навина, а не сыном Давида. Он жил многими поколениями раньше Давида, и был не из колена Иудина, из которого произошел Давид, но и из другого. Сына Авраамова, почему называется, почему Матфей поставил Давида прежде Авраама, потому что Давид был более знаменит. Он и жил позже Авраама, и был славным царем. Из царей он первый благогодил Богу и получил обетование от Бога, что из его семени восстанет Христос, почему все и называли Христа сыном Давида. И Давид в действительности сохранил свой образ Христа, как он воцарился на место отверженного Богом и возненавиденного Саула, так и Христос пришел во плоти и воцарился над нами после того, как Адам лишился царства и власти, которую он имел над всем живущим и над демонами. Авраам родил из Саака. С Авраама начинает Евангелие с родословия потому, что он был отцом евреев и потому, что он первый получил обетование, что о его семьях не благословятся все народы. И так прилично от него начать родословие Христа, ибо Христос – это семья Авраама, в котором получили благословение все мы, которые были язычниками и находились прежде под плятвы. Авраам в переводе значит «отец языков», а Исаак – «радость», «смех». Евангелист не упоминает о незаконно рожденных детях Авраама, например, о Безмаиле и других, потому что иудеи происходили не от них, но от Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Видя, что у Иуды и братьев его, Матфея упомянул потому, что от них произошли двенадцать колен. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Иуда выдал Фамарь замуж за Ира, одного из своих сыновей. Когда же этот умер бездетным, то он сочетал ее с Иоаннаном, который также был его сыном. Когда и этот лишился жизни за свою срамоту, то Иуда ни с кем уже не соединял ее браком. Но она, сильно желая иметь детей из семьи Авраамова, сложила в себя одежду у дарства, приняла вид блудницы, смесилась со свекром своим и зачала от него двух детей-близнецов. Когда пришло время родов, первая из сыновей показалась в ложественную руку, как будто первым родится он. Побивальная бабка тотчас отметила показавшуюся руку ребенка красной нитью, чтобы можно было узнать того, кто родится первым. Но ребенок увлек руку в чрево, и прежде родился другой младенец, а потом уже и тот, который прежде показал руку. Поэтому родившийся первым был назван Фаресом, что значит перерыв, ибо он нарушил естественный порядок. А тот, который увлек руку, Зарою, эта история указывает на некоторую тайну. Как Зара прежде показал руку, а потом увлек ее снова, так и жительство во Христе. Оно открылось во святых, которые жили прежде законы обрезания, ибо все они не соблюдением закона и заповедей оправдались, но евангельскую жизнью. Посмотри на Авраама, который ради Бога оставил отца и дом, и отрекся от естества. Посмотри на Ио, Милхасидека. Но когда пришел закон, таковая жизнь скрылась. Но как там после рождения Фареса, позже снова из Зара вышел из чрева, так и подрывание закона, позже восстаяла жизнь евангельская, запечатленная красной нитью, то есть кровью Христа. Евангелист упомянул об этих двух младенцах, потому что рождение их означало нечто таинственное. Кроме того, хотя Фомарь, по-видимому, и не заслужит похвалу за то, что смесилась со свекром, но и о ней упомянул евангелист для того, чтобы показать, что Христос, принявший ради нас все, принял и таковых предков, точнее, чтобы тем, что он сам родился от них, отсветить их, ибо он не пришел призвать праведников, но грешников. Форез родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вогоза от Рахавы. Некоторые думают, что Рахав есть та Раав, блудница, которая приняла сактедатов Иисуса Навина. Она и их спасла, и сама спаслась. Матфею упомянуло не для того, чтобы показать, что как она была блудница, так и все собрание язычников, ибо они блудодействовали в своих делах. Но те из язычников, которые приняли сактедатов Иисуса, то есть апостолов, и уверовали в их слова, эти все спаслись. Ваос родил Авида от Руфи. Эта Руфь была иноплеменница, тем не менее, она сочеталась с браком с Ваосом. Так и церковь из язычников, будучи иноплеменницей и вне заветов, забыла народ свой и почитание идолов, и отца своего дьявола, и сын Божий взял ее в жены. А вид родила Исея. И Исей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию ее. И о жене Урия Матфей упоминает здесь с той целью, чтобы показать, что не должно стыдиться предтов, но более всего стараться прославлять и их своих добродетелью, и что Богу все угодны, хотя бы они произошли, и отблуднится, если только имеют добродетель. Соломон родила Раваама, Раваам родил Авию, Авия родила Су, Аса родила Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родила Иофама, Иофам родила Хаза, Ахаз родил Иезекию, Иезекия родил Моносию, Моносия родила Мона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иохима, Иохим родил Иохонию, и братьев его пред переселением в Вавилон. Переселением в Вавилон, переселением в Вавилонским называется тот плен, который позже перенесли иудеев, увиденные все вместе в Вавилон. Вавилон они и другое время воевали с ними, но озлобляли их умерение, тогда же совершенно переселили их из Отечества. По переселению же Вавилона Иохония родил Салафиила, Салафиил родил Заровавиля, Заровавиль родил Авиуда, Авиуд родил Илеакима, Илеаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Илеуда, Илеуд родил Илеазара, Илеазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Почему здесь дается родословие Иосифа, а не Богородицы? Какое участие Иосифа в том бессеменном рождении? Здесь Иосиф не был истинным отцом Христа, чтобы от Иосифа вести родословие Христа. Итак, слушай, действительно Иосиф не имел никакого участия в рождении Христа, и потому должно было дать родословие Богородице. Но так как был закон не вести родословие по женской линии, то Матфей не дал родословие Девы. Кроме того, дав родословие Иосифа, он дал ее родословие, ибо был закон не брать жен ни из другого рода или фамилии, но из того же колена и рода. Так как был такой закон, то ясно, что если дается родословие Иосифа, то тем самым дается и родословие Богородицы, ибо Богородица была из того же колена и того же рода. Если же нет, то как бы она могла быть обручена ему? Таким образом, евангелист соблюл закон, который запрещал вести родословие по женской линии, но тем не менее дал родословие Богородице, дав родословие Иосифа. Мужем же Марии назвал его соответственно общему обыкновению, ибо мы имеем обычаи обручника называть мужем обрученной, хотя брак еще и несовершен. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Матфей разделил роды на три части, чтобы показать иудеям, что находились ли они под управлением судей, как это было до Давида, или под управлением царей, как это было до переселения, или под управлением первосвященников, как это было предпришествием Христа. Они не получали от этого никакой пользы в отношении к добродетели, и нуждались в истинном суде царей-первосвященнике, который есть Христос. Ибо когда прекратились цари по пророчеству Иакова, пришел Христос. Но каким образом от переселения в Вавилонского до Христа 14 родов, когда их оказывается только 13? Если бы в состав родословия могла входить женщина, то мы причислили бы и Марию и восполнили число. Но женщины не входят в родословие, а также это разрешить. Некоторые говорят, что Матфей поставил счет переселения как лицо. Рождество Иисуса Христа было так, по обручению матери его Марии с Иосифом. Для чего Бог допустил, чтобы Мария была обручена, и вообще зачем Он дал людям повод подозревать, что Иосиф познал ее? Для того, чтобы она имела защитников несчастье. Ибо Он заботился о ней во время бегства в Египет и спас ее. Вместе с тем она была обручена для того, чтобы скрыть ее от дьявола. Дьявол, услыхав, что Дева будет иметь во чреве, наблюдал бы за ней. И так, для того, чтобы лжец был обманут, преснатива обручается Иосифу. Брак был только по виду, в действительности же его не было. Прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет почливее Духа Святаго. Слово «сочетаться» здесь означает «соитие». Прежде нежели сочетались они, Мария зачала, почему пораженные евангелисты восклицают, оказалось, как бы говоря, о чем-то неопечайном. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, а хотел тайно отпустить ее. Как же Иосиф был праведен? В то время, как закон повелевает и закричать прелюбодеицу, то есть объявлять о ней и наказывать, он намеривался скрыть грех и преступить закон. Вопрос разрешается прежде всего в том смысле, что уже через это сам Иосиф был праведен. Он не хотел быть суровым, но человеколюбивый по великой своей доброте, он показывает себя выше закона и живет выше заповедей закона. Затем Иосиф и сам знал, что Мария зачала Духа Святаго и потому не желала запричить и наказать ту, которая зачала Духа Святаго, а не от прелюбодея. Ибо смотри, что говорит евангелист, оказалось, что она имеет в очреве Духа Святаго. Для кого оказалось? Для Иосифа. То есть он узнал, что Мария зачала Духа Святаго, поэтому и хотел тайно отпустить ее, как бы не осмеливаясь иметь женой ту, которая удостоилась столь великой благодати. Но когда он помыслил это, «Си ангел Господень явился ему во сне, говоря, когда праведный колебался, явился ангел, науча его, что должно ему сделать. Во сне является ему, потому что Иосиф обладал крепкой верой. С пастухами так грубыми ангел говорил на его, с Иосифом же так праведным и верным во сне. Как мог он не поверить, когда ангел научал его тому, о чем он сам с собой рассуждал и о чем никому не сказал? Когда он размышлял, по никому не говорил, явился ему ангел. Конечно, Иосиф поверил, что это от Бога, ибо только Бог знает неизлеченное. Иосиф сын Давида. Сыном Давида назвал его, напоминая ему о пророчестве, что Христос произойдет от семени Давида. Говоря это, ангел убеждал Иосифа, чтобы он не веровал, но подумал о Давиде, который получил обетование относительно Христа. Не бойся принять. Этим показывает, что Иосиф боялся иметь Марию, чтобы не оскорбить Бога тем, что он покровительствует и любодейцы. Или иначе не бойся, то есть бойся прикоснуться к ней, как зачавшая Духа Святаго, но не бойся принять, то есть иметь в своем доме, ибо в уме и помышлении Иосиф уже отпустил Марию. Марию и жену твою, это говорит ангел, ты, может быть, думаешь, что она прелюбодеется, я же говорю тебе, что она твоя жена, то есть она никем не растрена, но твоя невеста, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго, ибо она не только далека от незаконного смешения, но и зачала неким божественным образом, так что тебе надвижит более радоваться, и родиться же сына, чтобы кто-нибудь не сказал, ну почему же я должен поверить тебе, что родившаяся есть от Духа. Ангел говорит о грядущем, именно что Дева родит сына, если в данном случае я окажусь правым, то ясно, что истинно это от Духа Святаго. Не сказала родить тебе, но просто родит, ибо Мария рождала не для него, но для всей вселенной, и не для него одного только явилась благодать, но она извелась на всех. И наречешь имя ему Иисус. Ты наречешь, конечно, как отец и как покровитель Девы, ибо Иосиф, узнав, что зачатие от Духа, ты не думал уже о том, чтобы отпустить Деву беспомощной, и ты будешь помогать Марии во всем, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Здесь истолковывается, что значит слово Иисус, именно Спаситель, ибо Он, сказано, спасет людей своих, не только иудейский народ, но и языческий, который стремится уверовать и сделаться Его народом. От чего спасет? Нет войны ли? Нет, но от грехов их. Отсюда ясно, что тот, кто родится, есть Бог, и выпрощать грехи свойственно одному, только Богу. А все себе произошло, да сбудется, реченное Господом, через пророка, который говорит, «Не думай, что это недавно сделалось угодным Богу. Давно, изначало, ты, Иосиф, как воспитанный в законе и знающий пророков, вдумайся, сказанное Господом, не сказал реченную Исаии, но Господом, ибо не человек говорил, но Бог устами человека, так что пророчество вполне достоверно. Все девы в очлеве приимет». Евреи говорят, что у пророка стоит не дева, но молодая женщина. Им надо бы насказать, что на языке священного писания юная женщина и дева одно и то же, ибо молодой женщиной оно называет нерастленную. Затем, если бы родила не дева, ну как это могло бы быть знамением и чудом? Ибо выслушай Исаию, который говорит, что ради этого Господь сам даст вам знамение, и тотчас добавляет «Все дева» и далее. Поэтому, если бы не дева родила, не было бы и знамения. И так евреи, замышляя недоброе, искажают писание, и вместо девы ставят молодая женщина. Но стоит ли молодая женщина или дева, во всяком случае, имеющую родить должность считать девы, чтобы это было чудом. И родит сына, нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Евреи же говорят, почему же он назван не Эммануилом, а Иисусом Христом? Должно на это сказать, что пророк не говорит «Наречешь», но нарекут, то есть самые дела покажут, что он есть Бог, хотя и живет с нами. Божественное Писание дает имена от дел, как, например, нареку ему имя такое-то, но и где, и кто назван таковым именем. Как одновременно с рождением Господа было расхищено и при Немо прекратилось блуждание и долоплотство, то поэтому и говорится, что он назван так, получив имя от своего дела. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень. Посмотри на пробудившуюся душу, как быстро она убеждается, и принял жену свою. Матфей постоянно называет Марию женой Иосифа, изгоняя худое подозрение и научая, что она была женой не другого кого-либо, а именно его, и не знал ее, как, наконец, она родила. То есть никогда не смешивался с нею, ибо слово «как Донди же» означает здесь не то, будто до рождения не знал ее, после же познал, но что он совершенно никогда не знал и познал ее. Такова особенность языка Писания. Так не возвратился в ран, в ковчег Донди же и всячая вода от земли, но он не возвращался и после этого. Или еще и с вами вовсе не до скончания века. А после скончания разве не будет? Каким образом? Тогда тем более подобно этому и здесь слова, как «наконец родила», понимая в том смысле, что Иосиф не знал ее ни прежде, ни после рождения, ибо как Иосиф прикоснулся бы к этой святой, когда хорошо знал ее неизвеченное рождение. Сына своего первенца называют его первенцем не потому, что будто она родила еще другого какого-либо сына, но просто потому, что он первый родился единственным. Христос есть и первородный, как родившийся первым, единородный, как не имеющий второго брата. И он нарек ему имя Иисус. Иосиф показывает здесь свое послушание, потому что он сделал то, что сказал ему ангел. Толкование ангел. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте и множество учеников ему, и много народу из Сеутии Русалима и приморских мест тирских и седонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страживших кистых духов и исцелялись. Избрав двенадцать, сходят с горы, чтобы исцелять пришедшихся с городов и облагодействовать во двойне именно по душе и по телу. Ибо слушай, пришли послушать его, это врачевание души и исцелиться от болезней своих, это врачевание тел. И ведь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Пророки и другие святые не имели силы, исходящей от них, ибо они не были сами источниками сил, а Господь имел силу, исходящую от него, ибо он сам был источник силы. Тогда как пророки и святые получали особенную силу свыше. И он, возведя отчество и на учеников своих, говорил, «Глажене нищие духом ибо ваше есть царство небожие. Глажене алчущие ныне, ибо насытитесь, глажене плачущие ныне, ибо вас смеетесь. Глаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отключат вас и будут поносить и пронесут имя ваше как бесчестное за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, если бы велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы. Господь, рукоположив учеников через блаженство и учения, приводит их в более духовное состояние, ибо он ведет речь с обращением к ним и, во-первых, углажает бедных. Хочешь и разумей под ними смиренно мудрых, хочешь ведущих жизнь в несребролюбивую. Вообще же все блаженства научают нас умеренности, смирению, уничижению, перенесению, поношений». Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok